Чтобы было новое, удобное, красивое, чтобы можно было спрятаться от дождя. Важно, чтобы скамейки были чистые, чтобы вещи можно было поставить в тяжелые сумки. Семь десятков современных остановочных павильонов в стиле хай-тек украсит исторический центр Самары. Стекло и металл, ночью подсветка. Стоит такая остановка порядка 200 тысяч рублей. Из городского бюджета не потратят ни копейки, отвечают за установку и сохранность конструкций, поддерживают чистоту и бороться с вандализмом будет фирма, которая выиграла аукцион. Договор заключают на пять лет. Администрация Самары может его расторгнуть, если дольше двух дней остановки будут стоять поврежденными. Сталкиваться приходится с объявлениями, с этими же наклеенными, также и с разбитыми стеклами. Условия договора очень жесткие, да, и мы их будем соблюдать. Торги на остановке с рекламными конструкциями позволили пополнить городскую казну более чем на миллион рублей. Частные компании будут зарабатывать за счет рекламы. Всего в городе появятся четыре с половиной сотни новых павильонов разного дизайна. Их установка – часть планомерной политики городских властей по легализации рынка рекламы. Более тысячи незаконных счетов убрали с улиц города в прошлом году. В настоящее время можно сказать, что рынок наружной рекламы в городе Самаре легализован. Проведенные аукционы позволили направить в нужное законное русло всех рекламораспространителей. И в настоящее время вся реклама работает на благо бюджета города. В марте администрация планирует провести аукцион на 100 рекламных конструкций размером 3 на 6 метра. Ежегодно за счет размещения такой наружной рекламы бюджет Самары получает более 100 миллионов рублей. Дарья Булавина, Ольга Морозова, Константин Головин. События.